Всем привет! Вы на канале Мотосибирь. Сегодня у нас небольшое видео. Посвящено оно очень в России сильно распространенному сегменту. Это мопеда типа Альфа. Небольшой легкий мопед без регистрации, без постановки на учет. Модель у нас очень интересная. На данный момент, не побоюсь этого слова, одно из самых лучших, что на рынке можно в России найти. Это Econica Alfa Offroad. Offroad имеет, конечно, относительное значение, но в отличие от многих других моделей, здесь есть небольшие наклонности на внедорожный характер. Чуть-чуть разберемся. выбрал вот такой вот цвет морской волны. По моему мнению, один из самых удачных цветовых палитр, которые предоставляет завод-производителям. Уже все эти стандартные цвета типа черный, синий, красный немножко, наверное, все-таки поднаскучили. Очень приятно, что он разбавляет эту палитру какими-то интересными цветовыми решениями. Давайте поэтапно. 17 диски, что перед, что зад. Разноширокая шина, 2,50 на 17, впереди 2,75 сзади. Диски усиленные. Мы имеем передние гидравлические тормоза суппорта двухпоршневые. Классический вариант. Давно существуют эти тормоза. Везде их пихают, куда только можно. Отлично тормозят, голову не греет. Мы также видим максимально поднятое крыло, что говорит о его внедорожной наклонности. По крайней мере, все те, кто эксплуатирует технику по пересеченной местности, в данной модели не столкнутся с моментом, что будет забивание грязью в крыла. Тем более, у нас шина такая пятаковая, предназначена для эксплуатации как по дорогам, так и вне дорог на легкую пересеченную местность. И проблемы с забиванием уже просто вообще нет. Также существует идентичных моделей типа Альфы с различными крыльями. И это крыло, по моему личному мнению, одно из самых симпатичных. Также мы имеем освещение хорошего уровня. И это прозрачное стекло с преломлением внутри и диодная у нас и фара, и даже габарит. Вот здесь, конечно, самый позорный момент в том, что нужно было бы все-таки как-то сделать прозрачную, наверное, стекляшку, либо сделать такую хрустальную, хотя внутри диодная лампа. Сигнал имеется, задрали наверх и убрали вообще от попадания от переднего колеса, грязи, влаги и тому подобное. Также я подмечу, что здесь у нас очень хорошо заизолирована проводка. В отличие от многих моделей, все спрятано, все лежит на своих местах. Очень приятно. Кстати, по поводу привода спидометра. Здесь он электронный, не механический, нету троса. Есть провод, хороший держатель. Уходит наверх, потому что у нас панель приборов уже электронная. ЖК Бузилик, по моему мнению, очень интересное решение. Прикольно смотрится, современно. Уже понятно, что он гораздо интереснее, нежели чем механические его собратья. Особенно старого образца, там уродские какие-то страшные. Здесь гораздо все интереснее. Большой рычаг мощный на гидравлику. Гидравлика стоит спереди. Зеркала не такая высокая ножка, но смотрится прикольно. Округлые. Руль у нас стандартного размера, равноразмерный, с усилителем и с безопасностью. Вот такой вот спидометр закрывает, вот такой вот небольшой козырек с возможностью регулировки по наклону ближе, дальше. Прикольно смотрится. Подтонированный, подчеркивает его небольшую изящность. Бак у нас каплевидный, вытянутый, нового образца, 7,5 литров. Кстати, подчеркну, что немножко неудачно китайцы складывают как-то их в упаковку, что бак почти на всех единицах немножко имеет косяки. Да, приходится потом заклеивать его наклейкой такой объемной, да, чтобы бак не царапался, особенно вот в этом месте. Но все равно неприятный момент. Вроде и очень дорогая альфа. И 7 из 10 попадается с какими-то небольшими царапинами, а с какими-то достаточно приличными, глубокими царапинами. Очень неприятно. Думаю, в ближайшее время на это сделаем упор, чтобы что-то поменяли. Делали какую-то проставку, прокладку или что-то еще, чтобы бак оставался целым. Неприятный этот момент. Установлен у нас обновленный мотор. Это по факту 152-й мотор. В этом моторе более новое сцепление уже стоит, более плотное, за счет чего ходит оно дольше, покрытие толще. И сцепление работает гораздо быстрее. И нет момента такого жесткого острагивания. Мягенько острагивается, очень приятно. Плюс увеличили объем картера до 800 мл, что позволяет напрочь вычеркнуть вопрос масляного голодания. Маркировка на 120-кубовом моторе 49,5 мл, чтобы даже не было и намека на то, что здесь какой-то другой объем. Также, наверное, стоит подчеркнуть хорошо проваренные швы в раме. Все аккуратненько, никаких проблем нету, ни с одной из единиц, которые бы мы собирали, все аккуратненько проварено. Хотя рама по факту никаких серьезных изменений, в отличие от старой рамы, не претерпела. Все, в принципе, на своих же местах, все идентично, просто полностью вся со всех сторон проварена целиком. Маятник у нас из профиля с усилителями. По моему мнению, гораздо интереснее, нежели старого образца маятники, тем более натяжители выведены наружу. Можно поставить также более дорогие натяжители, но особых проблем вот с такой системой натяжки цепи никто не испытывает. Все достаточно работает нормально. Хороший, мощный багажник из металла, достаточно толстого двойка, местами полторашка, плюс сжато дополнительные отверстия для свежего крепления, чтобы все между собой достаточно плотно крепилось, все аккуратненько скручено между собой, нет каких-то люфтов, чтобы что-то там болталось и тому подобное. Есть вот такой момент плотного прикосновения к пластику, но от этого она тоже не примечает. Боковины, кстати, нового образца, много на каких моделях идентичные боковины, просто форма разная. Новое крепление, хорошая направляющая, здесь ухо для того, чтобы вставить боковину, и внизу фиксация болтом, как и было ранее, но теперь все более аккуратно, интересно и более практично, самое главное. Внизу слюнякчик, пластиковый брызгарик сплошной, и полностью все закрывает, нет попадания грязи в моторный отсек, в аккумулятор, в электронику и тому подобное. Вот там полностью все закрыто пластиковым крылом, оно из двух частей состоит, составное. Также мне бы хотелось похвалить задние аморты. Задние аморты работают очень приятно, особенно если кто-то имел альфу самую дешевую, вот этими хронированными колбаками, короткоходные задние амортизаторы, это чмошные эти амортизаторы. Это совсем другое дело, приятно гораздо поливать именно такими амортами, мягко отыгрывает, нету какого-то звука, брымчание пружины гораздо интереснее. Есть, конечно, куда еще расти, но на сегодняшний день я подчеркну, что эти аморты работают очень приятно. Дуга, соединяющая задние раскладные подножки, тоже имеется, все под контролем, здесь у нас резинки. Складывание ограничения, пружина нормальная стоит, ничего не брымчить на ходу, очень нравится. Цепь 428 полностью охватывает чехол, во многих местах пересеченная местность, грязь, лес и так далее, это очень важный фактор, потому что открытая цепь далеко не всем нравится, и если есть возможность цепь закрывать, надо обязательно этим воспользоваться. Так здесь, культурный чехол, все аккуратно, снял чехол, можно в принципе даже пользоваться любой смазкой, потому что чехол максимально закрытый, и уже песок маловероятно, что туда проникнет. Почаще натягиваете цепь, смазываете ее, и будет все хорошо, чтобы не рвануло в самый неподходящий момент. У нас рядная коробка передач, все передачи друг за другом, не классический вариант, как интернациональный, первая вниз, остальные вверх, а рядная. Я думаю, уже к альфам к такой коробке передач много кто уже привык, и уже норма считается для альфы, такая система переключения передач. Боковая подножка имеется, центральная подножка имеется, резинка, кстати, нового тоже образца, хотя слово нового образца уже не подходит, потому что они уже не один год существуют, но есть старые квадратные чмошки с направляющими, и есть вот такого плана, где крупный квадрат одевается жестко, и кроме как сбить эту резинку, как было в старых версиях, просто она там как башмак дырявый болталась и отваливалась сама по себе, или встаешь на них, на подножке, они сами разъезжаются, резинка просто слетает. Здесь вот такого не наблюдается, слава богу, культурно этот вопрос порешали, вопросов по долговечности, в принципе, к ним нет. Нормально ходят, голову не греет. Дуги в комплекте, за них доплачивать не нужно, широкая дуга, почти вровень с рулем, безопасность тоже достаточно неплохо сделана, здесь полторашечка, не двойка, но полторашечка. И есть культурные проставки между цилиндром и основным креплением, они сварены, интегрированы в крепление нижней части самих дуг. Также подчеркнул бы очень удобное мягенькое сидение, и оно противоскользяшка, такой материальчик, как на кроссовых эндуро-мотоциклах, плюс аккуратная красивая прострочка, которая придает небольшую изящность. Задний брызговик или крыло, как его называют, пластмассовое полноценно, я считаю, что это огромный плюс, потому что оно не ржавеет, устойчиво к изгибанию, крепится на нее напрямую задний стоп, который не бремчит, как в железных версиях, и он имеет диодную лампу в том числе. Очень все культурно, аккуратно, здесь еще интегрированы пластиковые крепления, которые обхватывают пластиковую деталь, которая обхватывает нижнюю часть сидения, и имеется как проставка между крылом и самим сидением. Это тоже прикольно, современно так смотрится. Уже более культурно, видно, что доделано, допилено, доточено и тому подобное. Аккумулятора нет, заглушим, уже время подошло. Вот, хотя и как бы само по себе моторчик устойчив очень к нагреву, но дольше 5-7 минут желательно на холостом ходу эти моторы не оставлять, потому что они имеют достаточно большой нагрев. Этот мотор имеет коэффициент нагрева порядка минус 30% за счет каких-то большего объема масла, за счет того, что идет разбрызгивание на большую площадь, и применяются те или иные материалы, которые по теплоотдаче имеют коэффициент больше, нежели чем стандартные моторы старого образца. Ну, хочется ведь так верить, конечно. Ну, на самом деле, да, он проработал достаточно долгое время. Я вот ложу руку и, в принципе, ее можно держать. Не поскупились и на карп. Карп здесь стоит средней стоимости, там, КФ, типа стандарт Джапан. На самом деле, она работает очень неплохо. Вполне достаточно смеси для того, чтобы 120-кубовый, или точнее, 118-кубовый мотор крутить максимально до больших оборотов и давать отдачу. Можно было бы, конечно, и больше дать размер подачи, но, как бы, и здесь неплохо совсем, потому что есть и меньше 18 и 19, где подача прям слабенькая. Это моторы 50-70, там, кубов еще хватает. 110 и больше уже немножко все-таки смеси не хватает. Фильтр стоит под прямым углом старого образца, полностью в кожухе. Внутри бумажное уплотнение, да, фильтр сам из бумаги, из картонки. Это конструкция. Слава богу, здесь осталось то же самое. Она голову не греет с самого первого дня существования Альфы. Она себя оправдала и работает по сей день. Вот такие вот интересные модельки. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Или у кого-то, может быть, уже есть такая модель. Напиши, чтобы ты поменял бы в ней, какие есть недоработки, какие есть минусы. И какие есть, конечно же, плюсы. Я думаю, плюсов здесь будет значительно-значительно больше, нежели чем найдут в ней недостатков. Стандартная длина базы ничем не отличается. Не удлиненная база. Рама здесь неусиленная. Но по факту это сегмент обычной стандартной Альфы, только с доделанными теми или иными моментами, которые раньше все же имели гораздо худшее качество и на ходу были не так хороши. Сейчас она мягенькая, послушная, легко маневрируется. Едет мотор, кстати, подхватывает очень хорошо. Мне нравится, как работает двигатель. У него есть тяга. И она как будто стала еще тяга, еще ниже по оборотам. Он приятно тащит, даже несмотря на то, что если вы даже едете вдвоем, и то все равно справляется с маской. И сели там 150 килограмм, и он едет просто прекрасно. Мне моторчик этот очень понравился. Хоть он уже не первый год производится, но раньше я как-то на него не делал особо упор. Мне казалось, что в принципе то же самое. Когда дело дошло до капиталки этого двигателя, посмотрели, что-то все-таки переработанные есть моменты. Гораздо интереснее, нежели чем в старой допотопной Альфе. Вот такой вот сегмент. Кому техника может быть такая нужна, понравилась, кто-то не может приобрести в том или ином регионе, или цена очень высокая, обращайтесь, отправим в любой регион на самых выгодных условиях с возможностью частичной оплаты в большинство регионов. 20% по факту оформления договора, 80% по факту прибытия. Также жители любого из регионов можно дистанционно оформить покупку в кредит, частичной или полностью, если есть такая необходимость. Без проблем. В наличии огромный ассортимент техники, мопеды, скутеры, квадроциклы, мотоциклы разных классов. Заходите на наш официальный сайт photosibir55.ru, просматривайте технику, смотрите видео на нашем канале, думаю, они будут очень полезны, особенно если вы все-таки подошли к вопросу выбора китайской техники, той или иной. Надеюсь, что они будут вам полезны. Спасибо, что были на нашем канале, всем всего доброго, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok